Валерий Радаев создал комиссию по комплексной проверке деятельности Министерства образования. Накануне в ведомстве прошли обыски регионального УФСБ. Добрый вечер. В прямом эфире программа «Саратов сегодня» в студии Татьяна Хованова. Смотрите в нашем выпуске. Мошенничество, халатность или некачественные материалы? Прокуратура области всерьез занялась проверкой ремонта дороги в Энгельсе. Отложили до следующего месяца в Кировском районном суде. Дело о хищении метрических книг на миллиардс будут рассматривать 4 апреля. Обвиняемый намерен привлечь к защите еще одного адвоката. Дольщики кричат «СОС» о застройщик на скамье подсудимых. Почему прекратилось строительство дома на 4-м Чернышевском проезде? А продажи квартир в нем продолжаются до сих пор. Попросил второго адвоката в Кировском районном суде. Сегодня началось рассмотрение дела о хищении книг на миллиард. Несмотря на сигнализацию и охрану, начальник одного из отделов Саратовского госархива Алексей Полынин умудрился вынести из здания особо ценные метрические книги. 57 фолиантов содержат исторические справки о жителях Саратовской области вековой давности. Их злоумышленник попытался продать через интернет двум женщинам. Любительницы генеалогии обратились в управление безопасности. Сотрудники ФСБ задержали похитителя дома, найдя у него лишь 46 книг. Сначала мужчина не признал свою вину. В зале суда Алексей Полынин неохотно отвечал на вопросы судьи. Защитник обвиняемого Иван Найденов попросил, чтобы этим делом занялся еще один адвокат. Подробности своего плана похититель не рассказал и журналистам, но попросил прощения у своих коллег по работе. Ну я не могу ничего сказать. Просто раскаиваюсь, прошу прощения. Я не знаю, честно расскажу. Ну, не от хорошей жизни все это я сделал. Суд рассматривает уголовное дело в особом порядке, то есть по упрощенной процедуре, без исследований и оценки доказательств, собранных по делу. Из-за того, что гособвинитель попросил время для того, чтобы ознакомиться с делом подробнее, заседание перенесли на 4 апреля. Сюрприз ниже пояса. Обыскав задержанного, полицейские нашли доказательства преступления в самом неожиданном месте. Подробности в нашем сюжете. Из самого потаенного места гость из ближнего зарубежья достает нечто в пакете и показывает полицейским. Что это сверток делал у вас в трусах? Сотрудники полиции задержали мужчину при попытке сбыта наркотиков, но подозреваемый как будто не в курсе. Это наркотик. Что за наркотик? Не знаю. В нижнем белье молодого человека оказалось 213 граммов героина. И вот этим ты хотел травить наших детей. Задержанный прибыл в Саратов из ближнего зарубежья. Говорит, хотел устроиться на стройку, но друг нашел для него другую работу – распространять наркотики. Однако гость не успел сбить и первую партию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункта Г, части 4 статьи 228 прим. 1, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет. А пока задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Анна Антонова, Оксана Лючева, Саратов, 24. Без внедорожника не обойтись. На этот раз к нам обратились жители домов по улице 2-й детский проезд. К их подъездам проехать на обычной легковой машине невозможно. А об игре в мяч в своем дворе дети из этих домов и совсем забыли. Все подробности в нашей постоянной рубрике «Дворнадзор». Вегковая машина во дворе дома номер 155-163 по улице Новоузенская – большая редкость, говорят местные жители. На импровизированной парковке возле дома в основном одни внедорожники. Стоят буквально у самых подъездов. Деваться некуда, говорят автолюбители. Двора, как такового, у них нет. Детскую площадку за домом делят на троих. Ее установили осенью 2016 года. Но если проблему самых маленьких жителей решили, подросткам, говорят местные жители, гулять уже негде. Там бы хотелось, чтобы нам устроили для детей площадку. Потому что у нас не только маленькие дети есть, и подростки, которым деваться некуда. И хочется, чтобы они, конечно, занимались спортом. Пожилым физкультуры хватает и без площадки. Каждый день им приходится преодолевать препятствия и выполнять спартанские нормативы. Вот так вот нам очень тяжело спускаться здесь. Многие тут падают, набивают себе шишки, даже некоторые руки с ногами ломают. Это сейчас еще можно выйти спокойно, говорят жители. У подъезда перестали бросать машины. Точнее, сами жители и отучили. Мы выходим вот с этих ступенечек и сразу здесь же машину. Мы либо с той стороны машину приходится, либо с этой. С колясками очень неудобно проехать. Поэтому мы вынуждены соорудить вот такую себе загородку. Но даже сейчас не только с коляской, но и, как говорится, налегке. Пройти по двору без проблем – большая удача. Дорог во дворе не осталось. При том, что еще осенью большие ямы присыпали асфальтовой крошкой. Яма на яме, ямы погоняет. И в прошлом году засыпали асфальтной крошкой. Естественно, какого-то эффекта это не дало. И ожидать, что сейчас лед растает и все будет ровненько – такой надежды нет. Единственная надежда на программу «Наш двор», которая стартует с наступлением тепла. А как только начнутся работы, жители обещают их контролировать. Следить будет и наш телеканал, чтобы ни один рубль не был потрачен впустую. Оксана Лющева, Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов-24. Напомню, в Саратове снова намечается большой ремонт во дворах. В этом году в список попали 111 адресов. Как там будут проводиться работы? О плюсах и, возможно, недочетах расскажет журналисты Саратов-24. Наш телеканал возобновил рубрику «Дворнадзор». Мы будем следить за развитием событий. Но если вы уверены, что и в вашей придомовой территории срочно необходим ремонт, оставляйте заявки на участие в проекте по телефону 705-755. И присылайте фото и видео нам на почту info.sobako.saratov24.tv. Все эти материалы лягут в основу наших сюжетов. Областная прокуратура подвергла сомнению качество ремонта дорог в Энгельсе по улице Степна и даже увидела признаки мошенничества. После проведенной проверки ведомство удалось установить, что сцепление с нижним слоем покрытия на одном из участков проезжей части автомобильной дороги не соответствует технологическому процессу устройства литого асфальтобетона, что может свидетельствовать о некачественном выполнении работ. Также сообщается, что по результатам проверки для дачи уголовно-правовой оценки действием работников муниципально-бюджетного управления городское хозяйство, составлявшем акты о выполнении ремонтных работ, материалы направлены в правоохранительные органы области. И кроме того, инициирована доследственная проверка на предмет наличия состава преступления. Оздоровление городской казны. Саратовским депутатам удалось найти более 500 миллионов рублей на строительство школы в поселке Юбилейный и на повышение зарплат бюджетникам. Также народные избранники рассмотрели ряд поправок, которые затрагивают интересы будущих выпускников. Подробности у Станислава Жижина. Без учета снижения остатков на счете сумма дефицита составляет 0%. Прошу принять данный проект решение. За такую модель городского бюджета депутаты голосуют единогласно. Не только потому, что дефицит минимален. Основная поправка к финансовому документу – поддержка из областной казны. Более чем на 500 миллионов рублей. Часть пойдет на повышение зарплаты бюджетникам, а также на строительство школы в поселке Юбилейный. К ее возведению уже приступили. Сейчас на площадке идет укладка фундамента. И юбилейный поселок, да, там Цветочный, Березки, Росинвест, Иволгина. Огромное количество молодых семей. Если взять анализ жалоб, который поступает к депутатам и к чиновникам, то это строительство детских садов и школ. Если мы строим там школу, порядка тысячи мест, мы снимаем эту проблему, и все люди будут довольны. Не только кто проживает в юбилейном, но и те, кто будет в центре. Говоря о школах не о будущих, а об уже существующих, депутаты рассмотрели еще ряд поправок. В частности, одна из них касается мер стимулирования школьников к достижению высоких показателей. Нагрудный знак главы города за отличия в учебе, который раньше получали лишь круглые отличники, теперь смогут получить школьники, сдавшие ЕГЭ по математике базового уровня и имеющие в аттестате не более двух четверок. Планируется внести изменения в положение о нагрудном знаке главы муниципального образования города Саратов за особые успехи в обучении, благодаря которым станет возможным награждение выпускников, сдававших ЕГЭ по математике базового уровня и получивших за него результат 5 баллов. Внесли городские парламентарии также ряд поправок в правила благоустройства городского пространства. Они станут актуальны с наступлением летнего периода. Согласно документу, теперь предприниматели смогут установить свои торговые тележки, автомагазины, открытые площадки по оказанию услуг общепита летними кафе в зоне, где это раньше не допускалось. В 10 метрах от остановок общественного транспорта, в 20 метрах от окон жилых домов и витрин торговых предприятий, в охранной зоне водопроводных сетей. Более того, размещаться теперь они будут по итогам аукционов. Это даст возможность не только контролировать установку торговых точек, но и пополнить городскую казну на несколько миллионов рублей. Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов-24. А прямо сейчас из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области на связь со студией выходит Станислав Жижин. Он расскажет о происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие сутки. Стас, добрый вечер, тебе слово. Приветствую, Татьяна. Начну с трагедии на воде, которая произошла в Балаково. Водолазы областной службы спасения вытащили из водоема тело утонувшего мужчины. Сообщение об утопленнике поступило на пульт оперативного дежурного от одного из местных дайверов. Инцидент произошел недалеко от дачного поселка Возрождение. На место неизмедлительно выехала группа водолазов. Обследовав дно, специалисты обнаружили и подняли на поверхность труп мужчины на вид около 60 лет. В настоящее время тело передано полиции. Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Теперь о дорожных происшествиях. За сегодняшнее утро произошло два наезда автомобилей на пешеходов. Первый, по предварительным данным, произошел около 8.30 на перекрестке улиц Рахова и Посадского. 81-летняя пенсионерка шла по нерегулируемому пешеходному переходу и ее не пропустил автомобиль ВАЗ-2114. В результате пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. Такой же автомобиль, но уже в Ленинском районе, около Трофимовского моста сбил 17-летнюю девушку. Предположительно водитель также нарушил правила проезда пешеходных переходов. В настоящее время по обоим фактам проводится проверка. В Саратове возле остановки общественного транспорта на перекрестке улиц Московская и Астраханская произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. По предварительным данным, пассажирский автобус, следовавший в Энгельс, врезался в стоящий автобус 53-го маршрута. В результате у транспортных средств выбиты стекла и двери. Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь. И теперь о пожарах. Огнеборцы спасли Саратов от крупного взрыва. На улице Фабричной в заводском районе Саратова произошло возгорание в нежилом здании, примыкающем к банному заведению. Сигнал поступил на пульт 01 ночью. На место происшествия выехали 3 единицы техники и 17 человек личного состава. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Работу огнеборцам осложнило наличие в помещении газовых баллонов, которые могли взорваться в любой момент. Рискуя своей жизнью, пожарные вынесли опасные предметы изгоревшего здания. В настоящий момент причины возгорания устанавливаются. Всего за минувшие сутки в Саратовской области произошло 5 возгораний. Из них 4 произошли в районах. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Татьяна, тебе слово. Спасибо, Стас. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Вопросы к деятельности Управления образования в Вольске появились у прокуратуры региона. После проверок сотрудники районного надзорного ведомства даже потребовали уволить начальника. Выяснилось, что чиновница работает в подведомственном и подконтрольном ей муниципальном учреждении Оргцентр, где также получает зарплату. А это значит, что она имеет прямую личную заинтересованность в получении в муниципальном управлении Оргцентра дохода в виде денег, что может повлиять на надлежащее объективное и беспристрастное исполнение ей служебных обязанностей. По результатам проверки прокурором главе Вольского муниципального района внесено представление, в котором поставлены вопросы об устранении выявленных нарушений законодательства, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения чиновника. В Старом Тюзе презентовали новые проекты в области культуры. Открывал и вел мероприятие Валерий Радаев, который лично выступил инициатором создания культурных проектов. Главная цель – вывести регион на новый уровень. А у Саратовской области для этого есть все – и мощные традиции, и выдающиеся личности, и ежегодные фестивали. Репортаж Полина Попенец. Расписные коты-статуэтки, красочные петухи и сотни других дымковских игрушек от саратовских мастеров. В холле Старого Тюза больше сотни произведений искусства, ручной работы. Здравствуйте, вот видите, работа продолжается. Со сцены Старого Тюза Валерий Радаев рассказывает о новых задумках этого года. И первое – помочь театрам малых городов России. Этот проект поддержали в Государственной Думе. В 2017 году область участвует в программе по укреплению материальной базы театров малых городов. В нее вошли четыре муниципальных театра – Энгельский, Балашовский, Балаковский и Вольский. Они получат средства на постановки и приобретение оборудования. Рассказывают о культурных событиях и гости праздника. От каждого района представители театральных мастерских, руководители библиотек и музеев показывают презентации своих проектов. Зрители могут воспользоваться открытым микрофоном и задать любой вопрос или внести свои предложения. Так, корреспонденты нашего телеканала подготовили сразу два репортажа о масштабных мероприятиях, которые прошли в Пугачеве и Балаково. По словам министра культуры области Татьяны Гаранины, этот проект будет доступен во всех муниципальных районах региона. И это лишь часть задуманного. И, конечно, второй, наверное, наиболее важный проект – это «Новые имена губернии», где мы дойдем до каждой школы искусств в каждом населенном пункте. Наши звездочки, как мы знаем, Софья Тюрина и Катя Филимонова, которые сейчас подмостки международных конкурсов покоряют, наверное, вот подтолкнули нас к этому проведению такого мероприятия. Народным танцем и песнями вот уже 20 лет воспитанники из детской школы искусства Балашова покоряют города России. Надежда Макеева – балетмейстер, руководитель двух ансамблей «Туисок» и «Зоренька», которые много раз становились лауреатами всероссийских конкурсов. Говорит, много раз выходила на сцену, но сегодня волнуется больше всего. Труд тяжелый, но он замечательный тем, что отдача огромная от тех людей, с кем ты занимаешься, кому ты даришь свое умение, кого ты учишь. И, конечно, это всегда безумно приятно, когда твой труд как-то оценивается на таком высоком уровне. Всего, по словам представителей Министерства культуры, в регионе в 2017 году планируют реализовать 13 крупных проектов. Полина Попенец, Вячеслав Соленков, Саратов-24. Практически каждый десятый кредит Саратовской области не выплачивается вовремя. Соответствующие результаты исследования приводит агентство «Рейтинг». Подробнее об этом, а также о других новостях страны смотрите в дайджесте событий. В апреле земляне смогут полюбоваться сразу двумя звездными дождями. С 16 по 25 апреля наша планета попадет в метеорный поток Лириды, максимальная активность которого придется на 22 апреля. Ожидаемое количество метеоров в час составляет до 15 штук. Второй звездный дождь, метеорный поток Аквариды, образованный кометой Галлея, прольется на Землю с 19 апреля по 28 мая. Число падающих звезд может достигнуть 60 метеоров в час, а их скорость составляет 66 км в секунду. С 8 апреля начнется так называемое противостояние Юпитера. Он окажется на одной линии с Землей и Солнцем и станет третьим по яркости объектом в ночном небе после Луны и Венеры. Юпитер можно будет рассмотреть невооруженным глазом, а с помощью бинокля увидеть его самые большие естественные спутники. Каждый десятый кредит Саратовской области не выплачивается вовремя. Соответствующие результаты исследований публикует российское информационное агентство «Рейтинг». В рейтинге по таким параметрам, как изменение доли просроченной задолженности, задолженность на душу населения и изменение задолженности населения сравнивались в 85 субъектах Российской Федерации. Списки добросовестности заемщиков в Саратовской области оказалось на 70-м месте. Доля просроченных кредитов в регионе составляет 9,26%. Дополнительно к этому каждый житель области в среднем должен банкам 55 тысяч рублей. А вот самыми надежными заемщиками может похвастаться Крым. Только 1,25% кредитов в этом регионе были просрочены. Самая плачевная ситуация оказалась в Ингушетии, где почти каждый четвертый житель не оплачивает кредит вовремя. В центре Киева неизвестные расстреляли бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Трагедия разыгралась возле отеля «Премьер Пелес» в центре города. В числе версии произошедшего рассматривается заказное убийство. В России бывшего парламентария обвиняли в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы. Российские правоохранительные органы объявили его в розыск. В феврале стало известно, что Вороненков вместе с женой, тоже экс-депутатом Государственной Домы, оперной певицей Марии Максаковой, уехал на Украину, где даже получил новое гражданство. Программа материнского капитала себя не оправдала, утверждают авторы предложения заменить его ежемесячными выплатами. Проект предложен для рассмотрения депутатам Госдумы. Его инициаторы мотивируют свой замысел тем, что маткапитал, на их взгляд, это псевдоподдержка, так как люди часто пытаются обналичить полученное. Противники идеи утверждают, что предложения о ежемесячных выплатах – популизм. Они обосновывают свой вывод в том числе и тем, что применение мошеннических схем для обналичивания маткапитала не носит массовый характер. Кому же было бы выгодно каждый месяц получать деньги за детей, и кому нужнее единовременные выплаты на строго определенные цели? Поговорим об этом в студии с нашими гостями. Смотрите очередной выпуск «Прямой речи» сегодня, сразу после вечернего выпуска новостей. В Саратове состоялся первый форум работающей молодежи. Он прошел под эгидой движения «Любимый город». Основная цель форума – развитие потенциала молодых людей, обмен опытом и взглядами на развитие проблемы города и области, которые волнуют молодежь. Для этого было организовано несколько дискуссионных площадок, посвященных научно-техническому, интеллектуальному и творческому развитию молодых специалистов, профессиональной ориентации школьников и студентов. Как отметил глава города Валерий Сараев, такой форум необходим, особенно сейчас, во время стремительного развития области. Мы говорим о том, что сегодня Саратов достоин большего развития. Сегодня на территории города реализуется очень большое количество проектов. Сегодня мы также заходим в строительство и будем продолжать строить детские сады. Сегодня, вы знаете, губернатором на сочинском форуме подписано соглашение с химпромоинженирингом о строительстве нового завода. На территории заводского района, рядом с предприятием, производственным объединением «Нитро». Глава города подчеркнул, что перед властью все еще стоит множество вопросов, в решении которых необходимо участие самих жителей Саратовской области. И в первую очередь молодежи. Организаторы форума и участники признались, что здесь родилось множество идей, которые теперь предстоит воплотить. Завершился форум принятием резолюции. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин